добрый день сегодня давайте немножко покатаем еще модельку zd racing недавно выходил на нее обзорчик смотрите тест был там у меня в парке холодно снег выпал очень много соответственно покатал вроде протестировал сказал что в следующем видео будем ее разбирать смотреть что в внутренних узлах но у нас тут потеплело плюс 12 доехал до мото-кроссовой трассы здесь соответственно все почистили прям есть возможность это погонять там есть какие-то мини трамплинчики весь по в общем решил еще раз сначала потестировать данную машинку а уже после этого будем ее разбирать смотреть что это с внутренними узлами опять же просторчик можно прям выжимать полный газ посмотрим какую будет максималочку так по снежку выдавать замеры делать не буду потому что смысла нет в любом случае это будет не совсем оптимальные результаты уже потом придем придет лето возьмем какой-нибудь зачетчик хороший там на асфальт или там по земле погоняем и посмотрим какие будут там результаты а сегодня давайте просто погоняем проговорю какие-нибудь моменты нюансики посмотрим как себя будет вести машинка первый момент который хочу сказать ну по поводу максимальной скорости а ну и кстати говоря катать будем сейчас не на базовом 3s аккумулятор ну на 2s вообще катать не буду скучновато реально только 3s поставил вместо штатного там на трипом 1000 миллиампер да у нас там только 3200 поставил сюда пятитысячник зипауа на 50c то есть цешечка побольше возможно скорость даже будет чуть чуть больше ну и покатаем на нем в лесном штатный отсек прям со скрипом я на самом деле чтобы его там не потерять нигде все равно планирую даже может где-то попрыгать изоленты мотанулого посмотрим вот такой старт принципе колесики раздувают в поворотах класса по скорости нет максималки здесь конечно там с 80 км в час заявлено давайте так конечно здесь еще снег и букс но не пахнет даже тут близко этой скоростью вот прикольно буквально на днях приезжал сюда на граните похолоднее правда было но так же почищена и решил как бы из-за д-рейсинга сюда пригнать здесь недавно был снежки снежок известно не было смысла сюда и вести а тут вроде как почистили думаю надо ехать тем более потеплело во-во-во по снегу по снегу выехал колесики большие мягенькие кстати говоря ну вот давайте по поводу например самой машинки в сравнению посмотрите вот не так давно прям буквально несколько дней назад катал гранита здесь арму по скорости с этой грамм поехал бы быстрее в любом случае чем данная моделька но управлять им было прям практически нереально но такой поверхности выжимая полный газ чуть правее чуть левее все его начинало переворачивать разворачивать но зато прыгать на нем было прям суперски данная машинка она думаю прыгать мне так не позволит но вот управляется она ну значительно прям лучше прям прям приятнее прям интересно ее именно погонять смотрите как взлетает то есть смотрите в поворот там бах что-то раз тут я конечно пузом сел то есть она прям входит повороты это все как раз таки за счет мягких колесиков там снизу же изолента походу оторвалась у меня ну да борт здесь достаточно такие остренькие поэтому изолента поторвалась мы посмотрим будем надеяться что аккумулятор не будет вылетать то есть смотрите то есть повороты она принципе держит неплохо повороты чуть добавляем ускоряемся она прям разворачивается неплохо то есть если все таки от машинки не нужен именно баша да я думаю на данной машинке особо смысла нету не предназначена для этого она скорее будет прыгать но приземляться то есть залетела и как вот фанерка полетит и нужно просто стараться ее приземлить на колеса то есть какие-то сальто на ней делать я думаю конечно при желании можно но я думаю вот кайф от этой машинки это вот вот так управляем в поворот и ускоряемся в целом относительно надежная шайска по крайней мере по отзывам пока еще сам конечно не протестировал вот врезаться конечно можно минус 12 посмотрим но едет она вот именно с точки зрения управления неплохо и бонус мягких колес таких широких то что так по сугробу смотрите бум и выехал то есть там прям мягко там прям пухляк лежит и она по нему прям спокойно проехала отзывы конечно дел полезная но факт остается фактом улице микс 12 я видимо я не знаю куда я врезался но задняя ступица она сломалась и соответственно косточка у меня вылетела видимо удар кота туда пришелся вот видите вот здесь вот кусок задней ступицы сушки по форме ступица крайне похоже на римов скую попробую ее поставить если не получится тогда придется заказывать ставить менять потому что ну клеить смысла думаю нету как бы даже сейчас что-то прикручивать особо смысла нету ну вот к сожалению быстрый тест азади рейсинга зимой маша поехала к сожалению экспресс ремонт не удался с покажу поближе но она на самом деле треснула это подумал что могу зафиксировать стяжками смотрите на заднее колесо восьмерочка восьмерочка ну то есть медленно даже держит но так оп теперь у меня задняя ось тоже поворотная ну так все кружится прям даже держит бум что ж давайте так кратенько подытожим видео получится супер короткое такое чисто проходное крабиком зато теперь может ехать класс видите прям боком заваливается сзади колесо на крабиком едет супер вот так оно теперь у нас едет но главное едет смотрите а если ехать задним ходом то она выравнивается и все машинка как будто целая даже ну вот смотрите оп то есть можно вот так гонять ну кстати говоря задний ход даже на 3s он конечно так себе чисто куда-то выехать но может быть даже и хорошо но вообще нет ездит можно погонять ладно не думаю не будем сильному мучить машинку смотрите все-таки следующее видео будет по переборке это такое чисто проходное получилось безусловно нужно понимать что минус 12 это холодно и пластик какой бы он ни был он в любом случае у нас колеет и ломается есть ли у нас словно говоря ломается траксос который при прочих ранах используется относительно качественный пластик там и металл там своих там шайсках и он на морозе у меня ломался очень даже легко то что говорить о китайских шайсах да они там имеют очень хороший отзыв так или иначе но пластик остается пластиком на морозе он колеет и какой-то там супер неудачный удар может быть даже не очень сильно все лучше приводит к тому что машинка у нас сломается потом уже даже вот так погонять поэтому это тоже нужно понимать как бы не делаем опять же определенные выводы по данной шоссе ну когда нет в любом случае делаем определенные выводы по шоссе но с пониманием что так может сломаться любая машинка не забываем что я снимал обзор на x max а который на сегодняшний момент стоит прям как самолет и сломал его в первый же тест просто прыгнул неудачно приземлился и сломал там сразу и ступицу и держатель и по-моему нет а и диском этом сломал то есть меня три элемента сломались первый же день хотя вроде дорогая надежная машина а как бы здесь за д-рейсинг машинка неплохая интересная будем тестировать пробовать следующее видео переборка посмотрим что внутри ну и параллельно закажу запчастюльку хотя попробую может быть реально очень тремовская сюда воткнуть там у меня еще какие-то там запасы от других есть модели может быть что-то подойдет если нет тогда заказываем ждем как раз там не знаю весна потеплеет и будем уже тестировать ее полноценно в общем видео получилось короткое но надеюсь интересное полезно не забывать подписываться на канал также проговорю что у нас есть телеграм-канал в ссылочке в описании можно по нему перейти и подписаться там у нас все новинки все что приходит про все что я снимаю и так некоторые моменты дополнительно туда также выкладывают так что подписывайтесь и не пропускайте обновления всем пока до следующего видео